О самых важных новостях за эту неделю в Кыргызстане и за ее пределами расскажем мы сегодня в информационно-аналитической программе Добрый вечер, в студии работает Аида Мадбекова и коротко о главном Власти Кыргызстана и Таджикистана подписали протокол по урегулированию ситуации на госгранице В парламенте раскрыли новые тайны в ходе расследования Новость с недели, несменяемый уже экс-президент Казахстана Нашултан Назарбаев добровольно сложил полномочия Чего ждать и как это отразится на отношениях с Кыргызстаном? Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нур-Султан Якутия, мигранты из Кыргызстана все еще опасаются выходить на работу Когда обстановка в Сахе стабилизируется по отношению к Кыргызам? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем выпуске На этой неделе Кыргызстан и Таджикистан открыли дорогу Движение по трассе Исвана-Варух и Баткен-Лейлег возобновлено Об этом сообщает пресс-центр госпогранслужбы Кажется, все стабилизировалось, жизнь снова потекла по своему руслу В соответствии с подписанным протоколом Кыргызстан продолжит строительство автодороги Аксай-Тамдык в объезд Анклава Таджикистана Таджикистан, в свою очередь, продолжит строительство дороги Исфара-Саманьен-Варух, которая пойдет в объезд крыгызских сел Во время объявления итогов переговоров вице-премьер-министр Таджикистана сообщил, что дорога Аксай-Тамдык предназначена для прогона скота Переговоры делегации двух стран завершились 18 марта По их итогам, Душамбе согласился на продолжение строительства дороги Аксай-Тамдык, которая стала причиной конфликта на границе В свою очередь, Кыргызстан согласился на строительство дороги Исфара-Саманьен-Варух, которая будет проходить в объезд села Аксай Также будет продолжена работа совместных следственных групп Кыргызстана и Таджикистана по изучению последствий инцидента на границе Другие подробности протокола не озвучиваются В Кыргызстане отдельные политики критикуют секретность документа Экспарламент Камчубек Ташиев на пресс-конференции потребовал от правительства обнародовать документ Цитирую Конфликты возникают из-за того, что подобные документы держатся в секрете Есть земли, которые передали таджикской стороне, заявил он Во вторник парламент Кыргызстана за закрытыми дверями обсудил итоги переговоров с Таджикистаном Все вроде бы идет как надо Дорогу открыли, строительство продолжается Но все равно какая-то тайна в этом деле есть Это подтверждают и депутаты парламента На заседании Дорога Кенеши, когда рассматривался данный вопрос Нардепы были крайне возмущены, что вместо главы Кабмина Мухаммед Калы Аблагазиева Пришел вице-премьер Дженич Розаков И в связи с этим вовсе отказались выслушивать его доклад Более того, депутаты сообщили, что премьер-министр мог бы хоть раз посетить Баткенскую область И лично ознакомиться с происходящим на границе И тем самым некоторые парламентарии потребовали отставки премьера По исчерпанию конфликта на кыргызско-таджикской границе были проведены переговоры А также составлены протоколы Однако со стороны властей никаких разъяснений не последовало В составленном документе неизвестно, предусмотрены ли интересы народа и их земель Об этом на пресс-конференции рассказал Камчебек Ташиев По его словам, местные не верят, что соответствующие органы смогут полностью решить приграничные проблемы На сегодняшний день, куда бы мы ни пошли, в Ахташ ездили, в Ахса ездили, также в Кокташ Абсолютно все рассказывают, что не доверяют людям, которые вели переговоры, которые работали в этом направлении Жители заявляют об этом открыто Помимо этого Ташиев рассказал, что некоторые кыргызские земли медленно, но верно переходят во владение Таджикистана По его словам, там, где раньше свободно ходили наши граждане, таджики построили себе дома К примеру, в 2005 году на дороге Кокташ не было ни одного дома Также для строительства дороги Ахсай-Тамдых нет необходимости спрашивать разрешение у таджикской стороны Так как она полностью относится к кыргызской стороне Вы знаете, что до этого тоже было много протоколов О них тоже многие не знали, народ не знал Зато сейчас они выходят, если протоколы по кыргызско-таджикской границе не будут защищать интересы наших граждан, наши земли Мы должны полностью отказаться от этого Если об этом не говорить сейчас, то через несколько лет они станут явным А позже мы и лишимся множества наших земель из-за этого По словам гражданского активиста Бахтиара Калпаева, местность Анклава-Варух расширилась в два раза Главным приоритетом властей должно быть решение приграничного конфликта, учитывая интересы народа Самая главная проблема связана со строительством дороги Ахсай-Тамдых Наши чиновники, представители правительства говорили, что построенная дорога Ахсай-Тамдых – кыргызская земля На сегодняшний день говорят, что протокол был подписан и можно продолжать строить дорогу Почему мы должны спрашивать у Таджикистана разрешение на строительство нашей дороги на нашей земле? Камчебек Ташиев 14 марта на странице в фейсбук написал пост о том, что нынешняя власть не может решить приграничные проблемы, как и их предшественники Политик сам съездил в Баткен и встретился с местными жителями. Помимо этого, он сказал, если протокол не опубликуют на всеобщее обозрение, то пойдет на крайние меры Между тем, протокол о спорном участке на границе с Таджикистаном, подписанный Адаханом Адумаровым, бытность его секретарем Совбеза, стал объектом обсуждения в социальных сетях Бывший губернатор Баткенской области Мамат Айбалаев осудил тогдашнюю власть в лице Мадумарова, что те подарили территорию Кыргызстана соседям, подписав этот документ Скриншот протокола, подписанный бывшим секретарем Совбеза Адаханом Адумаровым, появился в сети в конце прошлой недели В нем говорится, что Кыргызстан взял в аренду на 49 лет 275-метровую полосу приграничной территории у Таджикистана Документ датируется 3 марта 2019 года Посоветовавшись с людьми, живущими там, не обсудив, подписали этот документ, чтобы ускорить строительство дороги Баткен-Лелек Можно было это участок оставить, ничего страшного не было бы Можно было переговорным процессом этот вопрос решить Вот эта территория была крыгызская, сами таджики это понимали Так легко подписали и взяли вот таджик еще на 49 лет в аренду Непонятно почему И оно быстро пройдет И окажется Лелекский район и город Слюкта, живущий там Три Айлюкмета Баткенского района Самархандекский, Актатырский, Аксайский окажется в Анклаве Тем временем в стенах парламента осудили правительство и даже потребовали отставку Кабмина во время рассмотрения кыргызско-таджикского приграничного конфликта Отметим, на обсуждение не явился премьер-министр и отправился отчетом вице-премьера Джениша Розакова Однако именно в адрес Розакова жители Баткена выдвигают ряд обвинений в том числе про то, что он якобы является агентом спецслужб Таджикистана На неделе профильный комитет Джугур Кукиниша рассмотрел его в закрытом режиме Когда люди в слезах ожидают действий, ни разу не озвучил свою позицию и теперь не пришел на обсуждение сложившейся ситуации Нужно ли нам такое правительство? Я требую отставки Кабмина Джениш Парпиевич, вы читаете, что пишут в интернете? Говорят, что вы агент соседнего государства В последнее время о событиях на месте пишет не кыргызская сторона, а таджикская Меня терзает сомнение, то, что вы возглавляли комиссию и поехали туда, было неверным решением Народ спрашивает, когда вы уберете губернатора, который ни разу не пришел, а прячется в казарме А потом мы будем вновь слушать Розакова? Из-за этого нужно его на неделю отстранить А если понадобится, надо начать проверку в отношении него На сегодняшний день на границе ситуация стабилизировалась Отношения между жителями границы Кыргызстана и Таджикистана урегулировались Возобновились дружеские отношения двух народов В сети даже появились видеоматериалы, где граничащие соседи угощали друг друга хлебом и различными гостинцами 19 марта политический истеблишмент не только Казахстана, но и стран Центральной Азии и, пожалуй, всего мира Потрясло заявление президента Нурсултана Назарбаева об уходе в отставку О решении он объявил в обращении к народу, выступая в эфире республиканских телеканалов Нурсултан Назарбаев не уходит из большой политики, считают эксперты Он возглавит Совет Безопасности Казахстана, исполнять обязанности президента до выборов будет спикер Сената парламента Касым Джумартукаев Что явилось причиной досрочного сложения президентских полномочий, бессменного лидера Казахстана остается только гадать Политологи полагают, что 30-летнее пребывание на посту главы государства Нурсултану Назарбаеву надоело И он решил передать власть другим людям Но не сразу и не все Так как пост главы Совбеза, который он оставил за собой, позволяет контролировать самую важную и дееспособную часть государственного аппарата силовиков Другие посты также предоставляют ему возможность эффективно держать под контролем ключевые процессы Нурсултан Назарбаев в первую очередь стратег Так можно говорить, исходя от моментального назначения его дочери Дариги Назарбаева спикером Сената парламента По мнению политологов, это дает экс-президенту еще большую уверенность в своих политических силах даже после ухода Вторая не менее ошеломляющая казахстанцев новость – это переименование Астаны, столицы Казахстана, Нурсултан Тут общественность просто взвыла сотни постов в соцсетях о том, что это происходит не по их воле А 22 марта некоторые казахстанцы вышли на митинг с требованием не переименовывать столицу Но, как и ожидалось, всех протестующих задержали Как бы ни было, по мнению отдельных политологов, несмотря на протесты, все будет происходить по подготовленному сценарию Эльбасы Между тем, у кыргызстанцев возникает вопрос, а как эти изменения повлияют на нашу республику? Как полагают наши политические обозреватели – никак Смена президента Казахстана не повлияет на преемственность выполнения договоренностей и планов, которые были приняты в УДКБ Отставка Назарбаева не значит, что будут нелегитимны те решения, которые он подписывал Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента республики Казахстан Бессменный лидер Казахстана, рекордсмен по пребыванию власти на постсоветском пространстве Нурсултан Назарбаев 19 марта этого года объявил, что досрочно уходит в подставку Теперь этот день и это обращение останется в истории казахского народа На его отставку общественность наших соседей отреагировала по-разному Киргизы, подскажите, плиз, что нужно делать, когда президент меняется? А то мы как-то не знаем, если честно Не знаю, как у вас, но у меня такое впервые в жизни Меняется президент моей страны 20 марта в 12.00 началось совместное заседание Палат парламента Казахстана По согласованию с Центральной избирательной комиссией страны проведена церемония принесения присяги Касым Джо Мартом Токаевым После распада Советского Союза Токаев перемещается в ставший независимый Казахстан И получает там солидный пост заместителя министра иностранных дел, который занимает 1993 по 1994 год С 1994 политик возглавил министерство и с небольшим перерывом пробыл на посту до 2007 года Пауза была связана с очередным ответственным назначением В 1999-2001 годах Касым Джо Март Кемилович находился на посту главы правительства Республики Казахстан В 2011 году мужчину избрали заместителем генерального секретаря ООН и генеральным директором ООН в Женеве Унаследовав от отца писательское дарование, Касым Джо Март стал автором десятка книг Из-под пера Токаева вышли такие книги, как «Преодоление», «Свет и тень», мемуарные политические романы Об истории Казахстана, рубежа 20-21 веков Стоит отметить, что его отец Кемил Токаев был фронтовиком и известным журналистом Имя которого хорошо знали в казахской литературной среде Известно, что семья Кемиля Токаева в 30-е годы прошлого века перебралась во Фрунзе Сейчас Бишкек, чтобы спастись от голода Своими воспоминаниями об отце глава государства поделился в своей книге «Слово об отце» Уход Назарбаева не был большой неожиданностью, говорят отечественные политологи В течение нескольких лет власть предпринимала политические и конституционные маневр Назарбаев покидает пост за несколько месяцев до очередных президентских выборов Но не уходит от руководства страной Эксперты говорят, что он сохранит контроль над политической системой страны Благодаря постам главы Совета безопасности страны и лидера своей партии Нур-Отан В случае Назарбаева мы имеем дело с 30-летним стажем Назарбаева и с политиком совершенно иного склада Который рассчитал очень много, все буквально возможности, варианты У него, как казахи сами коллеги говорят, у него скорее всего за пазухой 5-6 возможных вариантов всего У него на все есть варианты, есть ответы По поводу Токаева стоит напомнить, что он будет исполнять обязанности Только до следующих выборов, кто бы не стал следующим президентом Очевидно, что полномочий у него будет меньше, чем у Ельбасы Добавляют в очередь аналитики А что касается отношений между Кыргызстаном и Казахстаном Политологи прогнозируют никаких изменений Кыргызы и казахи очень близкие У нас не то, что переводчика не надо, у нас фактически один язык У нас всегда с Казахстаном, с казахами и с Казахстаном были тысячелетние добрые соседские, братские отношения Мы всегда чувствовали поддержку и опору наших братьев Трудные для нас минуты Я думаю, что стабильное, законное и спокойное проведение выборов в Казахстане Мы желаем этого, поскольку именно политические какие-то потрясения Политические какие-то катаклизмы в Казахстане Не дай бог, это в любом случае отразится не только на нас Это отразится на постсоветском пространстве Кроме того, ряд недавних реформ, проведенных Назарбаевым Сделали фигуру президента не настолько важной и всесильной, как это было при его правлении В дальнейшем в Казахстане будет возрастать роль премьера А контроль над парламентом через правящую партию Нуратан Главой, который является Назарбаев, он сохранил Да и семья Эльбасы довольно прочно встроена в госаппарат республики Его старшая дочь Нарига Назарбаева давно занимается политикой Она даже успела побывать заместителем премьер-министра А теперь и назначена спикером Сената парламента Еще одной шокирующей новостью для казахстанцев стало и переименование столицы Астаны в Нурсултан Данное предложение уже поддержали депутаты Сената и Маджлиса Кроме этого, президент предложил переименовать все центральные улицы крупных городов именем Назарбаева Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан Такие изменения вынудили казахстанцев выйти на улицы на митинг В Алмате в центре города гражданские активисты пытались протестовать против переименования Астаны в Нурсултан Около 20 человек были задержаны Несанкционированные митинги в Казахстане запрещены А разрешение на эту форму выражения протеста обычно власти не дают Так что фактически любой митинг это нарушение закона Впрочем, обычно обходится задержанием участников на пару часов или воспитательными беседами Днем ранее то же самое произошло в столице Люди вышли на несанкционированный митинг против переименования Полицейские задержали нескольких участников Итого за два дня с момента переименования в Казахстане прошло два митинга против нового имени главного города страны По-моему, в Казахстане больших таких изменений не будет Потому что политическая система, я ознакомился с основным законом Конечно, он за собой сохраняет руководителя партии, руководителя Совета безопасности А Нурсултана Абишевича приходом новых людей Он попытался создать свою систему, политическую систему И в политической системе, по-моему, таких резких изменений, наверное, не будет Как бы ни было, Назарбаев, отец казахстанской нации Именно он создал доселе никогда не существующий независимый Казахстан И отстоял его право на суверенность До окончания президентских полномочий Назарбаев оставался всего год Они истекают в апреле 2020 года Действия Назарбаева напоминают уход с поста первого президента России Бориса Ельцина Который в новогоднюю ночь, в 1999-м, на 2000-й год сказал стране «Я устал, я ухожу» Однако сходство есть лишь в форме, но не в содержании Айдам Адбек, Валтамбеку Анчбеков, Джума Баян И чтобы подробнее поговорить об этой теме Сегодня мы в студию пригласили эксперта по международным делам Эдиля Осман Бетова Эдиль Ходбекович, добрый вечер Здравствуйте И по поводу новости, наверное, вообще года это будет, да, уход Назарбаева Как вы считаете, как это отразится на наших отношениях, на казахско-кыргызских отношениях? Ну, с одной стороны, это было действительно событие такое неожиданное для всех И в первую очередь для граждан Казахстана, которые все-таки почти 30 лет привыкли только при одном президенте Ну, для нас тоже было, но с другой стороны, с точки зрения эксперта, если смотреть То это событие последние 2-3 года назад, оно готовилось Вносились конституционные изменения в законодательстве Казахстана, Конституции То есть готовилась такая, знаете, площадка для того, чтобы такой перевести пример Также исполнен здесь политтехнологический смысл Потому что 19 марта в 19 часов 19 года у нас сделают объявление Но фактически, конечно, Конституция Казахстана позволяет это сделать Потому что по измененной Конституции, если президент уходит в отставку Или по каким-либо причинам не может исполнять обязанности Его полномочия переходят к председателю Сената В данном случае Такаеву Если председатель Сената не может, то Маджлис И дальше премьер-министр Ну, это очень похоже на американскую систему Когда президент не мог исполнять обязанности А его вице-президент Поэтому видим, что на следующий день буквально была инаугурация И теперь до, по-моему, апреля 2020 года Исполнять обязанности тот срок, который не закончил Назарбаев Будет исполнять новый президент Казахстана Такаев А все-таки как это отразится? То, что касается кыргызско-казахских отношений Скоро будет саммит в апреле в Ташкенте Вторая рабочая конституционная встреча президентов стран Центральной Азии Я думаю, никаких особых изменений не будет Они будут оставаться на таком же уровне стабильности Стратегического партнерства Даже есть планы о увеличении товарооборота И в рамках ЕАЭС, и в Центральной Азии Я думаю, что это невозможно Потому что фактически Назарбаев сохраняет Весь тот преемственность внешнеполитического курса Он за этим будет следить И он в своем выступлении об этом сказал Так что я думаю, ни страны в Центральной Азии никому Хотя, может быть, попытки некоторых внешних игроков Глобальных и региональных Попытаться воздействовать Но я думаю, это будет видно в ближайшие несколько месяцев А вот по поводу переименования страны Новость в том, что Дарига Назарбаева стала спикером Сената Сената, да Фактически вторым человеком в стране Да, то есть они хотели что-то скрыть Я читал и экспертные оценки, безусловно Потому что есть и политтехнологии Когда ты можешь переключить внимание населения На какое-то другое событие Чтобы то, которое там было меньше Ну, председатель Сената Казахстана По конституции это второй человек в государстве И фактически, конечно, она имеет большие полномочия Что касается переименования Астаны в Нур-Султан Дело в том, что по конституции Казахстана Название столицы Это конституционным законом закреплено Она есть в конституции И там четко написано, что столицей Казахстана И является город Астана Значит, им нужно будет вносить изменения в конституцию Потому что, чтобы поменять название Но в любом случае, мне кажется, все-таки Это с одной стороны отвлечение внимания А второе, все-таки, мне кажется Нужно все-таки учитывать общественное мнение Нужно как-то проводить референдум Плебисцит о таких важных вещах В этом отношении Кыргызстан Я думаю, он является страной политических инноваций Мы даже по мнению и централизиатских экспертов И СНГ Мы в политическом развитии Совершенно других политических Мы где-то на лет 20 ушли вперед Всех стран центральных Здесь нет Ну, можно этим даже гордиться Вот мы все знаем, что Нур-Султан Азербай Это все-таки стратег Который все до этого все передумал Раздумал, как говорится И по вашему мнению Нынешний президент, новый президент Акаев Сможет ли он в дальнейшем Как бы уйти от Назарбаева От его вообще планов, идей И пойти по своему пути Вот, например, то же самое, как у нас произошло Ну, здесь вопрос в том заключается Что все-таки у него год Может быть, чуть больше будет Он исполнять обязанности президента Но прекрасно надо понимать Что Акаев все свое время находился рядом с президентом Назарбаевым Бывшим И, соответственно, конечно Когда его назначали на эту должность Когда продумывали шаги Они учитывали и факторы Ну, уже внезапности Ну, есть и другие, конечно, президенты Но это будет видно в ближайшие Ну, несколько месяцев А как вы считаете, как пройдут вообще выборы Которые назначены на следующий год Уже известно власти Казахстана То Назарбаеву Кто все-таки будет президентом Мы можем предполагать Безусловно, может быть, будет и нынешний президент Акаев Может быть, и далека Назарбаева Но видите, вопрос Почему такой срок отдается На год-полтора Увидеть человека, как работает Есть правило Когда человек приходит во власть Да, тем более президентскую С ним нужно знакомиться снова Поэтому вот этот год или полтора Он как раз позволит увидеть Насколько человек принимает решения Как будет Плюс реакцию элит Населения граждан Казахстана Это, безусловно, сделано как шаг Для того, чтобы прояснить ситуацию Может быть, появятся новые какие-то кандидаты Совершенно Все-таки это такая система Цель заключается в том Чтобы сохранить тот статус-кво Приемственность того курса Который проводил Назарбаев Последние, может быть, 30 лет Иссель Кубатович, спасибо большое За Вашу интересную беседу Мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях Был Эдзилю Смонбетов Эксперт по международным делам В Якутии в понедельник и во вторник Не прекращались протесты против мигрантов Местные СМИ сообщали о закрытии палаток С фруктами и нападении на водителей Мигрантов из стран Центральной Азии Поводом стало изнасилование местной жительницы В котором подозревают выходцы из Кыргызстана По социальным сетям якутского сегмента Начали распространяться призывы Выйти на стихийный митинг в Якутске Вечером 17 марта На Комсомольскую площадь города Вышли несколько сотен человек Издание newsyakutsk.ru Назвало акцию антимигрантской И писало, что участников митинга Призвали показать сплоченность народа Саха 18 марта Власти республики пригласили Недовольных жителей Якутии На официальную встречу в спорткомплекс «Триумф» пришли тысячи людей Региональные лидеры не стали успокаивать публику Напротив, призвали показать, кто в Якутии хозяин По информации якутских информагентств В Якутске закрыты многие фруктовые киоски Принадлежащие мигрантам Также из-за нападений на водителей И грядущих проверок Десятки автобусов не вышли на маршрут Директор единой диспетчерской службы Якутска Не стал отрицать, что некоторые водители Беспокоятся за безопасность Стычки между кыргызами и якутами Происходят не впервые Главной причиной таких разборок И конфликтов, по мнению специалистов Отсутствие в Якутске Консульства Кыргызстана То есть фактически, кроме диаспор Никто из представителей власти нашей республики Не защищает права наших соотечественников Ну и конечно же, сами кыргызстанцы Также не должны проявлять насилие И тому подобные действия По отношению к гражданам России Как говорится, приходя в гости Не делай ничего, что счел бы Неприличным делать в гостях Такую цитату следовалось бы донести До каждого кыргызстанца Работающего за рубежом В городе Якутск Волнения, направленные против мигрантов Начались 17 марта Видео с агрессивно настроенными местными жителями Вмиг разлетелись по интернету Все они были одинакового характера Расправа над мигрантами из Средней Азии На одном из таких видео Можно заметить мужчину с ружьем По информации Следственного комитета Республики Саха Изнасиловал местную 36-летнюю якутянку 23-летний гражданин Кыргызстана Против него было возбуждено Уголовное дело по статьям Похищения человека и изнасилования В настоящий момент в отношении парня Применена мера пресечения заключения под стражу Также проверяется причастность К данному делу еще двоих наших соотечественников Но этого было недостаточно Пошла цепная реакция В течение двух дней в Якутске Прошли акции протестов против мигрантов Требования ужесточить закон В отношении последних Около 6 тысяч людей Собрались в спорткомплексе «Триумф» Местным жителям глава республики пообещал Что миграционный контроль будет ужесточен А места работы мигрантов будут проверяться Защита интересов граждан республики Приоритетное направление в нашей работе Отметили местные власти В эти дни пустовали многие магазины Встал общественный транспорт Многие мигранты из Кыргызстана просто боялись выйти на работу Бизнесменам пришлось временно приостановить свою деятельность Но в целом ситуация была более-менее мирная Сегодня в городе тихо Нет никаких митингов или провокаций Стало легче передвигаться по городу Я на работу пока не вышел Были свои кое-какие дела Только вот не знаю, когда снова выйду В принципе, большинство наших соотечественников Находятся дома Из-за этих стремительных событий в Якутию прибыла делегация чиновников из Кыргызстана В оглаве с заместителем руководителя миграционной службы Саматом Тухтаболотовым На месте они встретились и переговорили с главой Кабмина Министром по внешним связям и министром иностранных дел республики Саха Кроме того, провели беседу с имамами и с 50 представителями иммигрантов из Средней Азии Призвали их не разжигать межнациональные розни Соблюдать местные законы и чтить чужую культуру Делегация во главе с Тухтаболотовым, заместителем председателя госслужбы миграции Сегодня встретилась с председателем правительства республики Саха Якутия Федором Михайловичем Борисовичем Во время встречи обсуждены вопросы по создавшейся ситуации Также во время встречи Тухтаболотов принес извинения потерпевшей гражданке Ее близким также всему якутскому народу Более того, в СМИ сообщили о том, что кыргызская делегация попросила прощения в прямом эфире у жителей Якутии К этому времени в Джоркукинеш раскритиковал правительство, которое решает этот инцидент на уровне замглавы миграционной службы и диаспоры Депутаты предложили обратиться к коллегам в Государственную Думу России по вопросам мигрантов Это касается и правительства, и спикера парламента Касательно ситуации в Якутии и Кабмин, и Джоркукинеш должны направить обращение в Госдуму Невинные наши граждане не должны страдать Виновные должны быть наказаны Как говорят русские, в семье не без уродов Так и среди нас есть такие Мы должны это признать Но уйти от ответственности никто не может Нужно донести до народа Якутии, что не все кыргызстанцы такие И принести извинения Стоит отметить, в Якутии за последний год было зафиксировано около 300 фактов изнасилования Из них лишь 4 совершены приезжими Протесты против мигрантов носят не национальный характер А больше экономический, считает мэр города Якутск Рабочие места в сфере услуг в большинстве случаев занимают приезжие Также остро стоит и вопрос нелегальной миграции Но чтобы там не было, инцидент в Якутии еще раз дал понять нашим соотечественникам, работающим за границей Что нужно быть еще бдительнее и ответственнее В любой нации найдутся люди, которые не умеют вести себя в обществе Это касается не только кыргызов Самое главное в этой ситуации успокоить оба народа И по закону привлечь к ответственности виновников При этом наши власти должны активно участвовать в этих процессах В ближайшее время власти Якутии проведут тотальные проверки во всех сферах деятельности, где заняты мигранты Причина тому – протесты, начавшиеся в начале недели Следственный комитет республики же обещает вести расследование нашумевшего дела беспристрастно и в рамках закона Весна идет весне дорогу Кыргызстане весело и торжественно отметили международный праздник весеннего равноденствия Норус Традиционно по Бишкеку прошли народные гуляния, спортивные мероприятия, концерт и просто весеннее настроение во всех районах Бишкека 40 сумелеков в Джалабаде, снег в Нарыне, грандиозный концерт в Аше В областях его встретили не менее торжественнее, чем в столице Подробности далее Погода для весеннего праздника Норус выдалась замечательной Сотни кыргызстанцев, гостей столицы вышли на народные гуляния Считается, что именно с этого дня весна полностью вступает в свои права А сумелек является символом празднования Как, впрочем, и каждый год на центральной площади Аллату выступил мэр Азису Рахматов А также спикер парламента Дасан Джумабеков Мир во всем мире с таким посылом выступил спикер И пожелал всем кыргызстанцам жить в спокойной и развитой республике Уважаемые горожане и гости столицы От имени мэрии города Бишкек я от себя лично искренне поздравляю вас с праздником Норус 21 марта – это день весеннего равнодействия Норус с фарси переводится как «Новый день» Поэтому кыргызстанцы, как и другие народы Средней Азии, отмечают этот праздник как Новый год Кыргызы просили благополучия, мира и спокойствия В этот день на стол ставились такие национальные блюда, как сумелек В этот же день проходят соревнования по национальным видам спорта После приветственных слов на площади воцарилась настоящая праздничная атмосфера Отечественные звезды, танцоры, музыканты подготовили шоу-программу А зажигательное выступление кыргызских китайцев просто покорило публику Когда мы пели и танцевали, мы чувствовали, что мы гордимся своей родиной Настолько у нас песня говорится о том, что вот кыргызельвиз, хатна кыргыз, да? Готовились мы недолго, месяц или два Несмотря на такую подготовку, народу было мало сравнительно с прошлым годом Организаторы сказали, что концерт на площади не единственное мероприятие, где отдыхает кыргызстанцы Среди празднующих Норус были и граждане иностранных государств, которые впервые посетили Бешкек Национальный танец узбекского народа под звуки барабанов и длинной трубы, ее называют карнай Не оставили равнодушным никого Гости из Турции пустились в пляс диаспорами разных республик Потанцевали с узбеками В принципе, наши национальные танцы чем-то схожи И мне нетрудно было вжиться в роли, потанцевать перед всей публикой Чувствую себя отлично, погода классная Вчера только прибыли из Турции, а сегодня уже вечером отправимся на Иссыкуль А те, кто впервые попробовал главное блюдо дня Сумюлек рассказали о своих ощущениях Правда, он не пришелся по вкусу гостями США Я из США, прилетела в Кыргызстан шесть недель назад Очень рада, что мой визит выпал на праздник на Урус Мне нравится здесь все Угощения, музыка, одежда А главное, гостеприимный народ и очень дружелюбные Сумюлек оказался вкусным, но каждый день я бы его не ела Какой-то вкус непонятный, если честно Может, через день ела бы Праздник не праздник, без традиционных игр Тушок кистью и обрезание пот Перетягивание каната Архантарту Именно в Нурус фокус делается на маленьких детях Все веселье устраиваться в первую очередь для них Так отметили праздник весны в селе Асылбаш Чуйской области Украшения Нуруса, конечно, бабушки В традиционных лечеках головной убор старейших женщин с села Их голоса наполняют юрту, а песни задают тон народным гулянием Игры, призы, песни и конкурсы слова Развлекаться в масштабах села весьма интересно А вот дух Нуруса особенно чувствуется здесь У подножия гор, на главной площади города Нарын Мероприятие открыл мэр Эмиль Алымхулов И поздравил всех нарынчан с праздником Кыргызский народ еще с давних времен праздновал этот день Мы считаем, что этот праздник Нурус будут праздновать еще несколько тысячелетий наши потомки Так как именно в этот день мы снова возвращаемся К нашим истокам, предкам, к их традициям и обычаям Поздравительной речью присоединился и полномочный представитель правительства в Нарынской области В связи с тем, что в этот день в Нарыне выпал снег Полпред посчитал это хорошим знаком Я считаю, что снег, который сейчас падает Дает нам особый знак того, что этот год для нашего года будет плодотворным и чистым, как этот снег Кроме этого, я надеюсь, что благодаря этому снегу у нас осенью будет хороший урожай Между тем, в городе организовали и ярмарку национальных блюд Где представители госучреждений продемонстрировали мастерство своих навыков по приготовлению угощений Уз мы готовим из свежего коровьего молока В этом ее особенность Так готовили наши предки Мы до сегодняшнего дня сохранили весь рецепт приготовления После чего это блюдо нужно есть только кругу семьи, не выходя из дома Таким образом, международный праздник веселый и позитивно отметили жители далекого и горного Нарына Да и всей страны в целом На этом у нас все, это были самые главные вести за эту неделю Желаем вам хороших выходных, всего вам доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!